Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение предмета естествознания. Тема нашего урока – мозг человека. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое головной мозг, увидим, как он работает, познакомимся с интересными фактами о головном мозге. Итак, что же такое головной мозг? Мозг – это сложный орган, который является частью центральной нервной системы, сокращенно ЦНС. Он расположен в передней и верхней части черепной полости, а также присутствует во всех позвонках. В черепной коробке мозг плавает в прозрачной жидкости, называемой спинномозговой жидкостью, которая дает ему как физическую защиту, так и иммунитет. Мозг – это мышца? Часто мы слышим, что для того, чтобы не атрофироваться, мозг, как и мышцы, должен тренироваться. Несмотря на это, важно помнить, что головной мозг не является мышцей. Мозг состоит из миллионов нейронов, связанных между собой при помощи отростков, аксонов и дендритов. Каждый по отдельности и все вместе они регулируют функции нашего мозга и тела. Наше дыхание, питание и сон, способность рассуждать, влюбляться и спорить – все это контролируется нашим мозгом. Зачем нужен мозг? Мозг является главным органом центральной нервной системы, контролирующим и регулирующим большинство функций человеческого организма, начиная от жизненно важных, таких как, например, дыхание или сердечные ритмы, сон, голод, жажда до высших функций – рассуждение, память, внимание, контроль эмоций и поведения. Мозг регулирует все производимые нами во сне и на его действия, когда мы дышим или глотаем, смотрим или слушаем, что-то трогаем или пробуем, читаем или пишем, поем или танцуем, думаем в тишине или говорим, любим или ненавидим, ходим или бегаем, планируем или действуем спонтанно, представляем или создаем и так далее. Составим список основных функций мозга. Это контроль жизненных функций, контроль температуры тела, артериального давления, частота сердечных сокращений, дыхание, сон, питание. Следующее прием, обработка, интеграция и интерпретация всей полученной от органов чувств информации. Это зрение, слух, вкус, осязание и обоняние. Следующая функция – контроль движения и пост тела, ходьба, бег, речь, стояние на месте. Следующая функция – мозг отвечает за наши эмоции и поведение, позволяет нам думать, рассуждать, чувствовать, быть. Следующая функция – мозг контролирует высшие когнитивные функции – память, обучаемость, восприятие, а также исполнительные функции. Люди должны знать, что из мозга и только из мозга возникают наши радости, удовольствия, смех и шутки, точно так же, как и наши горести, боль, печаль, слезы. Благодаря мозгу мы приобретаем мудрость и знания, слышим и видим, отличаем уродливое от прекрасного, плохое от хорошего, вкусное от пресного. Из-за мозга мы сходим с ума и бредим, нас одолевает страх и ужас. Нам приходится все это терпеть, когда мозг нездоров. В связи с чем я придерживаюсь мнения, что этот человеческий орган обладает огромной властью, так писал знаменитый врач Гиппократ в IV веке до н.э. о священной болезни. Гиппократ догадался, что человеческий мозг является одним из самых сложных, загадочных и в то же время совершенных творений природы. В свое время Гиппократ и его современники даже не могли себе представить, как далеко мы продвинемся в изучении мозга. Благодаря технологическим достижениям в нейровизуализации, медицине, биологии, психологии и нейронауках, в целом мы смогли разгадать важнейшие тайны анатомии мозга и его функции. Однако до сих пор существует множество секретов и вопросов, на которые пока нет ответа. Отделы головного мозга. У всех позвоночных есть мозг, который состоит из следующих отделов. Пять основных отделов. Большие полушария головного мозга, промежуточный мозг, средний мозг, мост и мозжечок. Мозг разделен на правое и левое полушария. Каждое полушарие разделено на четыре доли. Лобную, теменную, затылочную и височную. Полушария снаружи покрыты слоем серого вещества, корой головного мозга, которая покрыта щелями и бороздками и напоминает грецкий орех. Правое полушарие контролирует левую сторону тела, а левое полушарие – правую сторону тела. У большинства людей одна половина развита сильнее, от этого зависит правша человек или левша. Если больше развита левое полушарие, человек правша. Если правое полушарие, человек левша. Мозг разделен на зоны, каждая из которых выполняет определенные обязанности. Например, есть зоны, отвечающие за умение двигаться, петь, различать звуки, вкус и так далее. В случае необходимости сигналы посылаются всем остальным. Таким образом, мозг функционирует как единое целое. В затылочной части головного мозга есть мозжечок, который координирует движение человека и помогает держать равновесие. Когда человек идет, он не задумывается о том, когда и какую ногу поднимать или опускать. Об этом думает мозжечок. Если мозжечок работает неправильно, у человека возникают проблемы с движениями. Из-за того, что мозг работает непрерывно, его клетки получают пищу и кислород в 10 раз больше других. Не случайно кора головного мозга покрыта сетью кровеносных сосудов, по которым к нейронам поступает пища и кислород. Если человек находится в душной комнате, у него начинает болеть голова. Это клетки мозга сигнализируют о недостатке кислорода. Необходимо подышать свежим воздухом или проветрить помещение. Сколько весит человеческий мозг? Какого он размера? Сколько нейронов в мозге? Кора головного мозга людей является одной из самых сложных и развитых. Она не только крупнее, чем у животных, но и образует сложную структуру, формируя борозды и извилины, придающие ей характерный сморщенный вид. Человеческий мозг весит около 1,4 до 1,5 килограмма, а его объем достигает 1130 и 1260 кубических сантиметров у женщин и у мужчин соответственно. Считается, что мозг состоит более чем из 100 миллионов мозговых клеток. Нейронов. Нейроны – это клетки, ответственные за получение, обработку и передачу информации, как на внутриклеточном и межклеточном уровни. Делают это они посредством электрохимических сигналов, нервных импульсов, называемых потенциалом действия нейрона. Нейрон состоит из трех частей. Тело или сома – это основная часть клетки. Если умирает сома, то клетка погибает. Аксоны – это выходящие из сомы и похожие на провода удлиненные отростки. Длина аксонов может варьироваться в зависимости от нейрона – от очень коротких до 1 миллиметра, до очень длинных – более метра. Дендриты – это нервные окончания, выходящие из сомы клетки, которые разветвляются в форме дерева. Дендриты ответственны за прием информации и делают возможной коммуникацию между двумя нейронами. Серое вещество мозга преимущественно составляет сомы и дендриты нейронов. Белое вещество – это зона, в которой доминируют аксоны нейронов. Это субстанция белого цвета из-за миелинового покрытия аксонов. Как работает головной мозг? Давайте посмотрим небольшой видеофрагмент. Как работает мозг человека? Начнем с того, что мозг представляет из себя орган центральной нервной системы, которая состоит из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток. Нервные клетки состоят из так называемых нейронных клеток. Нейрон, в свою очередь, является электрически возбудимая клетка нервной системы, которая обрабатывает, хранит и передает различную информацию с помощью электрических и химических сигналов. В головном мозге взрослого человека насчитывается в среднем около 90 миллиардов нейронов. Вес мозга взрослого человека варьируется от 1,5 до 2 килограмм, что примерно в 20 раз меньше веса мозга слона. Почему же тогда человек умнее слона? Все дело именно в количестве этих самых нейронов, которых у человека намного больше, а не размере или весе мозга. Но есть один парадокс. Когда рождается ребенок, в его пока еще маленьком мозге содержится даже большее количество нейронов, чем у взрослого человека. Получается только, что родившийся ребенок умнее взрослого человека, спросите вы? Конечно же нет. Но почему это так? Ведь уровень интеллекта напрямую зависит от количества нейронных клеток, которых у ребенка больше, чем у взрослого человека. Все дело в нейронных связях, или же так называемых нейронных сетях, соответственно, благодаря которым нервные клетки головного мозга образуют взаимосвязь между собой и другими органами тела. У родившегося ребенка нейронные клетки пока еще не научились строить связь между собой, и таким образом он пока не умеет использовать свой мозг правильно. Например, сразу после рождения ребенок не видит. Как же происходит построение связи между нейронами? Для примера возьмем орган зрения, который также состоит из нейронов. Нейроны сетчатки уже при самом рождении видят свет. Но так как взаимосвязь нейронов глаза с нейронами мозга пока не образовалась, мозг не получает никакой информации от сетчатки и только что родившийся человек ничего пока не видит. Пройдет совсем небольшое время и нейроны слухового органа и органов зрения сами найдут путь до нейронов полушарий мозга и таким образом образуют взаимосвязь, после чего мозг начнет принимать звуковую и зрительную информацию, и только тогда человек начнет видеть и слышать. Но пожалуй самое интересное это то, что большинство нейронных связей может формироваться только именно в детском возрасте. Интересные факты о головном мозге. Первое. Даже младенцы теряют нервные клетки. А сколько нейронов, то есть нервных клеток в мозге человека. У нас их около 85 миллиардов. Для сравнения у медузы всего 800, у таракана миллион, а у осьминога 300 миллионов. Многие считают, что нервные клетки гибнут лишь в пожилые годы, но большая часть их теряется еще в детстве, когда в голове ребенка происходит процесс естественного отбора. Нейронов миллиарды. Бытует мнение, что каждая нервная клетка это простейший элемент памяти, как один бит информации в памяти компьютера. Несложные подсчеты показывают, что в этом случае кора нашего мозга вмещала бы всего 1-2 гигабита или не более 250 мегабайт памяти, что никак не соответствует тому объему слов, знаний, понятий, образов и прочей информации, которой мы владеем. Конечно, нейронов огромное количество, но их, безусловно, не хватит, чтобы вместить все это. Каждый нейрон является интегратором и носителем множества элементов памяти синапсов. Многие болезни можно будет лечить, внедряя в нервные клетки новые гены. Генетика это невероятно успешная наука. Мы научились не только исследовать гены, но и создаем новые, перепрограммируем их. Пока это лишь эксперименты на животных и идут они более успешно. Близится время, когда многие болезни можно будет вылечить, внедряя в клетки новые или модифицированные гены. Многие почему-то считают, что человек использует лишь небольшую часть возможностей своего мозга, скажем 10, 20 и так далее процентов. Трудно сказать, откуда взялся этот странный миф. Верить в него не стоит. Эксперименты показывают, что нервные клетки, не задействованные в работе мозга, погибают. Природа рациональна и экономна. В ней ничего не откладывается на всякий случай. Про запас. Живым существам невыгодно и просто вредно содержать в мозгу бездельников. Лишних клеток у нас нет. Нервные клетки восстанавливаются, но восстановление клеток мозга взамен утраченных затруднено. Немного помогает слоистая структура коры больших полушарий. Она помогает новым клеткам встраиваться в нужное место. Благодаря этому небольшое восстановление нервных клеток все-таки существует. Кора головного мозга, как мы все знаем, состоит из двух полушарий. Мы сегодня об этом говорили. Они несимметричны. Как правило, левое важнее. Мозг устроен так, что правая часть управляет левой стороной тела и наоборот. Именно поэтому у большинства людей доминирует правая рука, управляемая левым полушарием. Между двумя полушариями существует своеобразное разделение труда. Левое отвечает за мышление, сознание и речь. Именно оно мыслит логически и совершает математические операции. Речь не просто инструмент общения, не только способ передать свою мысль. Правое полушарие отвечает за распознавание образов, эмоциональное восприятие. Мозг начинает стареть после 20 лет. Главная задача мозга – усваивать прижизненный опыт. В отличие от наследственных признаков, которые остаются неизменными на протяжении всей жизни, мозг способен учиться и запоминать. Однако он не безразмерен и в какой-то момент может просто переполниться, так что свободного места в памяти больше не будет. В таком случае мозг начинает стирать старые файлы. Но это чревато серьезной опасностью того, что сотрется нечто важное ради какой-нибудь чепухи. Чтобы этого не произошло, эволюция нашла любопытный выход. До 18-20 лет мозг активно и неразборчиво поглощает любую информацию. Успешно дожив до этих лет, которые в прошлом считались солидным возрастом, мозг постепенно меняет стратегию с запоминания на сохранение того, что усвоено, дабы не подвергать накопленные знания опасности случайного стирания. Процесс этот происходит медленно и планомерно и на протяжении всей жизни каждого из нас. Мозг становится все более консервативным, поэтому с годами ему все труднее осваивать новое, зато усвоенные знания надежно закрепляются. Мозгу нельзя сделать больно. Мозг лишен каких-либо чувствительных нервных окончаний, поэтому ему не бывает ни жарко, ни холодно, ни щекотно, не больно. Это и понятно, если учесть, что он лучше любого другого органа, защищен от воздействия внешней среды. Добраться до него непросто. Мозг ежесекундно получает точную и разнообразную информацию о состоянии самых удаленных уголков своего тела, знает о любых потребностях и наделен правом удовлетворить их или отложить на потом. Но себя мозг никак не ощущает. Когда у нас болит голова, это лишь сигнал от болевых рецепторов мозговых оболочек. Полезная пища для мозга. Как и все органы тела, мозг нуждается в источниках энергии и в строительных материалах. Многие питательные вещества, особенно важные для мозга, такие как витамины D3, B12, креатин, карнозин, омега-3, содержатся только в мясе, рыбе и яйцах. Поэтому модное ныне вегетарианство трудно назвать полезным для клеток мозга. Итак, ребята, сегодня на уроке мы узнали, что такое головной мозг, из каких частей он состоит, увидели, как передаются нервные импульсы, познакомились с интересными фактами о головном мозге. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята!